Александр Сёмин родился 3 марта 1984 года в Красноярске. В 5 лет встал на хоккейные коньки. До 15 лет играл в Красноярском «Соколе». Окончил в Челябинский физкультурный институт по специальности тренера. Два сезона играл за хоккейный клуб «Ладо» в городе Тольятти. С 2007 года играет в НХЛ в составе команды «Вашингтон Кэпиталс». Форвард российской сборной. Серебряный чемпион России. Бронзовый чемпион мира в 2005 году. Чемпион мира 2008 года. Страшно подумать. В стране уже выросло целое поколение болельщиков, которые не помнят, как выглядят золотые медали на шее наших хоккеистов. Вся Россия с замиранием сердца следила за чемпионатом мира по хоккею в Канаде. 15 лет российской сборной не удавалось выиграть золото чемпионата. Но в этом году им сопутствовала удача. Хоккей – это такая игра, что она непредсказуемая. Кто-то может забить, а другой может не забить. И нам повезло побольше. Гол! Шайба в воротах! Александр Семин после великолепной передачи Сергея Федорова из Двороса открывает счет в этом матче. 1-0. Уже на второй минуте наша команда выходит вперед. Под номером 28 российской сборной играет красноярец Александр Семин. С 15 лет он выступает за сборную России. В финальном матче чемпионата наш земляк отличился двумя шайбами. Проигрывали, ничего ясного не было. Только, может быть, когда после игры, на следующий день я это понял, что в финале забил два гола. Золото чемпионата завоевано, но Александр на этом останавливаться не думает и мечтает о двух по-настоящему больших победах. Я думаю, кубок цели, олимпиады. Каждого игрока три цели, которые в хоккее можно выиграть. Сейчас он живет в Штатах и играет в молодой перспективной команде. В этом сезоне его команда показала первоклассный хоккей. И в дальнейшем росте мастерства игроков сомневаться не приходится. Потому что до этого команда была молодая, а не опытная. Сейчас она вся в том же составе. Я думаю, ребята сыгрываются, взрослеют, набираются опыты, я думаю, и дает толк этому команде. Плюс опытные игроки, которые играют. За океаном жить Александру нравится, радует климат. Меня все устраивает. Хороший город. Не холодно, как в Канаде. Правда, это зима была так. Минус пять, я думаю, это не... Зимой, может быть, плюс двадцать. Тихий, спокойный город столицы. В родном Красноярске он бывает каждое лето. Приезжает навестить родных, друзей и, конечно же, любимый город. Правда, машин все больше и больше становится. Это единственное. Так все застраивается, все строится. Красиво. Я думаю, через две-пять Красноярске не узнает, как пояснилось. Про свое студенчество Александр говорит, улыбаясь. О прошедших без него студенческих годах не жалеет. Он сам выбрал спорт. Но диплом он все же постарался защитить на отлично. Вышел, прочитал, начали задавать вопросы, моментально растерялся. Мне подсказывали. Уже говорили, что говорить, я стоял, не знал, что говорить. Потом все-таки ответил. О личной жизни говорит открыто. Его сердце свободно. Но признался честно, детей уже хотелось бы. Дети охота, но тоже. Это же надо человека встретить, с которым ты проживешь остальное время все свое дело. Торопиться с этим охотой. Понять Александра можно. Он слишком мало проводит времени в России. А американке ему не по душе. Кажется, русский, лучше русских девушек я пока не встречал. Загадывать ничего не буду. На лето у него нет планов. Как возможный вариант, он рассматривает поездку на чемпионат мира по футболу. Но пока думает, а стоит ли. Я ему сейчас сборную России по футболу что-нибудь преподнесу. Вы в это верите? Все возможно. Да, я смотрел ее. Напоследок мы предложили Александру сыграть настольный хоккей. Управлять игрушечными хоккеистами, причем сразу шестью, оказалось нелегкой задачей. Да е-мое! Да он не хочет что-то вообще. Бухой какой-то. Полина Муртазаева, Полина Каминская, Вадим Веселков. Телевидение «Гаудамус». Телевидение «Гаудамус».